МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы услышите архивную запись июня 2012 года. Дискуссия, организованная Обществом Мемориал под названием «Эстетика протеста» на открытом книжном фестивале на Крымском валу. Фестиваль закрыт в 2015 году. Работа Общества Мемориал в России остановлена решением Мосгорсуда в декабре 2021 года. Отделение Мемориалы и его эксперты продолжают работу в странах Европы, Казахстане и Украине. Модерировала дискуссию по следам протестов 2012 года и активности художников культуролог Юлия Лидерман. Обсуждали рок-музыкант Михаил Барзыкин, группа «Телевизор». Он более трех лет работает в Европе и Америке. Культуролог, продюсер и музыкант группы «Звуки Му» Александр Лепницкий. Трагически погиб весной 2021 года. Композитор Владимир Тарнопольский. Переводчик Татьяна Баскакова. Политолог Борис Долгин. На тот момент зам главного редактора сайта «Политру». Сайт заблокирован в России в апреле 2024 года. А также критик Антон Дубин. На тот момент сотрудник Мемориала. И его отец, известный переводчик и социолог Борис Дубин. Который ушел из жизни в 2014 году. Начнем с Михаила Барзыкина. Любопытно, что на демонстрациях, акциях массового протеста из динамиков звучит музыка в 80-х, 90-х. То есть это группа кино. Обычно прошло столько времени. Нам предлагают как символ именно эту музыку. Может быть, вы как-то сможете прокомментировать, почему сегодня мы остались при этих символах 80-х. По поводу предыдущего тезиса, так внутренне не согласился. Мы просто занимались мировой рок-музыкой. Пытались сделать что-то такое, соответствующее нашим представлениям о качестве и о совершенной музыкальной форме. А русский рок-понятие появилось чуть попозже, с легкой руки журналистов, чтобы закрепить как раз возникший к концу 80-х мейнстрим в музыкальной форме, такой примитивный достаточно вариант рок-музыки, который хорошо продается и хорошо слушается на стадионах. А о сущности протеста, наверное, можно говорить об общих моментах. Понятно, что опять накопилось переизбыток имперского сознания. Вот грозовая туча нависла. И, в общем, индивидуальности хотят вырваться за пределы вот этого объединительного начала, который у нас, как всегда, сверху там изливается из Кремля. Нам приходилось пользоваться эзоповым языком напропалую, тщательнее продумывать и музыкальную форму, и тексты, чтобы попадать, доносить свои мысли до той категории слушателей, так называемая эстетическая богема, которая, собственно, и была в первую очередь почитателями рок-музыки в то время. Ну и еще хочется сказать по поводу протеста. Это все равно вот эта тема последние 10 лет раздувалась, что художник должен быть вне политики. Тут я, конечно, абсолютный оппонент вот этой точки зрения. Политика, как любое движение, как любая энергия, она является составной частью жизненных процессов. Невозможно от этого откреститься, что называется. Либо ты вот формируешь свой виртуальный мирок такой, в нем благополучно так Буддой восседаешь, как сделал это Владимир Путин, кстати, сейчас, потому что это именно виртуальная вот эта вот реальность, которая вдруг вступила в противоречие с какой-то другой, которая, видимо, все-таки существует реальностью. В отличие от утверждения многих эстетов, что реальности нет никакой, ну, на это хочется сказать, пройди сквозь стену, я тебе поверю. Хочется, чтобы эта тема, в принципе, как-то ушла. Вот разделе протест, искусство, чтобы она вообще ушла из обсуждений. Потому что, по-моему, настолько очевидно, что вот там музыка, скажем, она по сути, по себе, сама конфликт между покоем и состоянием тревоги, хаоса. И это и заставляет человеческое сознание прислушиваться к музыке. Поэтому конфликт, как и протест, является частью вообще любого существования, живого существа. К сожалению, да, вот такой мейнстрим до сих пор располагает вот этим арсеналом, вот этих вот устарелых мифах о том, что высокое не должно мешаться с низким и так далее. Я, пожалуй, бы на этом и закончу. Спасибо, Николай. Здравствуйте, Александр Лепницкий. По поводу эстеблишмента. Миша забыл, что советская власть настолько, как огня, боялась рок-музыки, что еще в разгар перестройки, в 1988 году, я был свидетелем, как на фестивале День независимости США в Измайлово машина времени, аквариум, который сидели под сценой, где играл Сантана и другие знаменитые группы. Так вот, наши начальники не решились выпустить вместе с американцами группы, которые уже вообще были абсолютно признаны, были показаны по телевизору, уже, по-моему, существовал взгляд, и уже два года, как звучала песня «Поезд в огне», и, тем не менее, они были запрещены, и рок-музыку представлял Владимир Пресняков-младший, и группа «Автограф». Это я к тому, что не могло быть тогда никакой альтернативы. Машина времени практически до конца советской власти воспринималась московскими партийными властями как старый враг. Так что в этом смысле все изменилось. Действительно, за это время значительная часть знаменитых рок-музыкантов вошли в эстеблишмент, награждены орденами, и волей-неволей являются, в общем-то, частью режима. Ну, это вообще тема, по-моему, очень болезненная, про то, кто вошел в эстеблишмент, потому что, вот, если мы перейдем к арту, то вдруг оказалось, что современное искусство тоже скорее перешло в эстеблишмент, а не связано с тем, чтобы вот как-то реагировать на исторические перемены сегодня, или на какое-то чувство сегодня. А сейчас какие-то тезисы послушаем. Я хочу сделать такой краткий, совершенно дилетантский социокультурный анализ тех жанров, тех, что ли, стилистических тенденций, которые вообще есть в музыке. Но я бы начал, наверное, с того, что наиболее отечественное родилось, можно сказать, еще в Советском Союзе. Это то, что называется бардовская песня, авторская песня, да? Где совершенно замечательные иногда тексты, обладающие замечательной выразительностью, переложены на, по определению, дилетантские какие-то, я не знаю, гармонии. Иногда это производит ошеломительный эффект. Но все-таки это не профессиональное искусство. Его главной задачей является такая демократичность, чтобы любой мог подпеть и так далее. Бардовская песня, это скорее такое социальное явление, она не может претендовать на чисто такое художественное. Я бы сказал, что то же самое, наверное, можно сказать о роке, который еще в большей степени, чем бардовская песня, в своем уже, так сказать, зародыши, в своей генетике связан с протестным движением. Рок возник, собственно, как протестная культура, как контркультура. Мне кажется, что вот в момент вот этого возрождения, конец 50-х и особенно конец 60-х, когда он был связан с идеями новых левых, с протестом против войны во Вьетнаме, вот тогда рок был действительно ярким, альтернативным, по-настоящему протестным движением и протестной музыкой. На Западе очень скоро, уже к середине 70-х годов, рок стал в основном коммерческим. Как ни странно, до конца 80-х, здесь я с вами абсолютно согласен, в Советском Союзе он оставался еще абсолютно некоммерческим, абсолютно протестным, естественным искусством. Но это потому, что советская власть так и не смогла адаптировать рок, интегрировать его так же, как она не смогла, скажем, пошить нормальные джинсы. Наверное, одна из причин того, что СССР развалился. Ни рок, ни джинсы не научились, так сказать, абсорбировать. И я хочу сказать, что рок еще в большей степени, чем бардовская песня, является не столько музыкальным явлением, сколько именно субкультурой. Ну, то, что сегодня представляет в основном 90% в рок, к сожалению, мне кажется, плачевно. Но рок, как и мы все, поставлены перед самым простым выбором. К вам подошли, поставили пистолет и сказали, жизнь или кошелек. Конечно, к этому не сводится все, да? Ребята, которые там в подворотне где-то в гараже играют, они, может быть, более тысячи раз протестные, чем вся сегодняшняя машина времени, хоть она колеблется вместе с линией партии. Ну, дальше я бы поставил такую стилизку, о которой не стоит и говорить. Это такая официозная телевизионная поп-культура. Ну, это понятно, что это чисто развлекательное явление. Дальше я бы перешел вот к тому, что называется профессиональная музыка, да? Так, схематично, грубым помолом, я бы разделил на несколько категорий, ну, по крайней мере, на три. Первая категория – это то, что можно назвать остатками старых советских структур. Союзы композиторов, филармонии, консерватории. Дальше следующая категория – это то, что я бы назвал «высокий авангард». Вот это наиболее, так сказать, загадочное и совершенно неизвестное, и, на мой взгляд, единственная область, где, собственно, какой-то протест действительно выражается, и выражается качественно средствами искусства. К сожалению, у нас это почти не представлено в нашей концертной жизни. Ну, что я имею в виду? Вообще, авангард с самого начала XX века возник как протестное искусство. Я не буду брать всю первую половину, подчеркну только один очень важный момент в эволюции авангарда – идея Адорна, такого немецкого критика послевоенного уже времени, о том, что в условиях уродливого капиталистического общества, где во всем господствует шоу-бизнес, реклама, развлекаловка – это еще было в 50-60-е годы, представляете, что бы он написал сегодня – возможно только единственное существование искусства – искусство протеста. Искусство может быть только протестным. Идея Адорна получили колоссальное развитие в европейском искусстве второй половины XX музыки, в частности, второй половины XX века. Конечно, авангард у нас тоже как-то в России есть, но о нем просто никто не знает. Главная концепция авангарда – в двух словах – воспитание нового слышания через новое слышание к новому слушателю. Новый слушатель, новая личность, новый человек, который формирует уже новое справедливое общество. В принципе, это просветительская идея. Ну и, наконец, последняя тенденция, которую бы я хотел сказать, она такая довольно новая у нас – то, что называется актуальное искусство. В актуальном искусстве отнесло художника замещается концептуальным таким менеджированием кем-то ранее изготовленных составляющих. Выставлением уже кем-то изготовленных объектов, в том, что называется арт, и, скажем, музыки, используя чужих стилей. Единственным мерилом значимости и успеха здесь становится что? Скандал. А пионеры вот этого рода искусства, такие, как, я не знаю, там, Кейдж в музыке, или там Дюшам, или Малевич, они были первооткрывателями этого явления. И это выдающиеся совершенно пионеры. А вот, мне кажется, подражатели, ну, во-первых, они просто девальвируют эту идею. А социальные значимости вот этого рода искусства и этого рода художника, они чрезвычайно значимы. Их социальная функция – это обслуживание корпоратива в новорусской тусовке. По существу, это организация досуга властно-криминального синдиката, соответственно, уровню его культурного образования. Спасибо, Владимир. Ну, теперь вот слово Семенову Ибисовичу. Я буду говорить как раз об актуальном искусстве, внутри которого всю жизнь, в общем-то, обитаю. Ну, и несколько иначе его себе представляю. Не буду рассматривать такие явления, как салон и кич. Всё это к протестности не имеет никакого отношения. А вот, значит, то, что в 80-е годы называлось актуальным искусством, сейчас называется контемпориар, современным искусством, там разговор о протесте, в общем, по-моему, не имеет смысла. Но я зачту текст, потому что, ну, я его написал, и чтобы побыстрее было и почётче. Анти-пост-модерн, как сегодняшний культурный тренд. Скажем, у меня в ближайших планах работа, изображающая стену, густо заполненную граффити, на которой выделяется надпись, утверждающая, что Путин – представитель сексуального меньшинства на букву «П», гонимого с сегодняшней властью. Сюжет вроде вполне актуальный и даже весёлый, но какая судьба у большой картины. Но не секрет, что вызовы, вбрасываемые художниками непосредственно в социум, всегда носили жёсткий, агрессивный, негативистский характер. Но фокус в том, что нынешняя волна протеста, если взять её этический аспект, по сути анти-постмодернистская и в значительной мере правая. Протестанты настаивают как раз на позитивных, положительных ценностях, как то право на самоуважение, человеческое достоинство, на честность и искренность, на восстановление, иными словами, этической координатности, отменённой и разорённой постмодерном. Ведь постмодернистское сознание в его самых радикальных и вульгаризированных формах давно проникли в нашу реальность и пропитали всю жизнь, включая политическую. Речь уже не об отдельных артистах, вроде Жириновского, а в целом о власти и всяческой её обслуге. Надежда куда скорее на коллективные действия, на спонтанное творчество самих протестующих масс, ярким примером которого стала акция «Белое кольцо». Ещё один пример демократизации художественного творчества – многочисленные фото, фотомонтажи, коллажи и плакаты и тому подобной продукции. Другое дело, что, собственно, художественное пространство у нас остало от жизни. Последнюю дюжину лет казалось, что арт – единственное оставшееся место независимого высказывания, нецензурированного и свободного от давления власти. Но, оказывается, ряд ведущих частных галерей хороводил с Сурковым, эталонным постмодернистом во власти. И в этом, кстати, принципиальное отличие сегодняшней ситуации от советской, когда художественный андеграунд противостоял той реальности именно как место свободы и независимости от её эстетики и казарменной этики. Те самые стилистические разногласия с властью, о которых говорил Синявский. Сегодня у постмодернистского арта и постмодернистской власти таких разногласий практически нет. Разве что отдельные художники лично и творчески противостоят всякого рода заединчеству. Эстетика и культура протеста. Архивная запись июня 2012 года. Слово Борису Долгину. Если мы имеем эстетическое новаторство, если мы имеем политическое новаторство, то, конечно, они могут в лице какого-то конкретного человека сойтись случайно. Но вообще-то совершенно не обязаны. Мы прекрасно помним вкусы революционеров, пришедших к власти в 1917 году. Мы помним вкусы Владимира Ильича Ленина с самым выдающимся поэтом Некрасовым, с его терпеливым вполне, но неприятием авангарда. Мы помним, что, может быть, самый яркий русский авангардистский журнал стал почему-то вскоре издаваться в эмиграции, в Берлине журнал «Вещь». Так что здесь-то все довольно закономерно. Те, для кого программа эстетической революции находится впереди, могут в какой-то момент питать иллюзии, что революция иная их востребует. Могут не питать иллюзии. Дальше все еще зависит сильно от характера революции, в той степени, в которой эта революция не столько политическая, сколько этическая. Другой вопрос, что для какого-то периода нормой может быть традиционная норма и этическое новаторство – это отходы от нее, а для какого-то периода нормой может оказаться, ну, скажем так, ирония, а этическим новаторством может оказаться востребованность, достоинство. В какой степени художник может оказаться сопоставим с политиком? В большой степени, может быть, даже он может оказаться впереди политика, но какой художник и какой политик? Условный Навальный – фигура в этом смысле специфическая и, опять-таки, невоспринимаемая массово как, собственно, политическая. Другой вопрос, что это должен быть человек извне политики, который стал всерьез известен. Что же касается форм низовых, как бы, фольклорных, естественно, да, искусство анекдота, искусство карикатуры оказываются наиболее точно соответствующими моменту, наиболее воспринимаемыми, и только они, пожалуй, могут претендовать на то, чтобы адекватно, синхронно отразить этот момент. Искусство редко реагирует адекватно, синхронно. Это, опять-таки, большое чудо. Вряд ли стоит этого ждать. Что касается того, что кому должен художник, мы помним, что Умка пела, музыкант никому ничего не должен, но музыкант при этом вообще является человеком, и если он считает себя должным как гражданин куда-то выйти, это уже его не обязанность музыканта, а это обязанность гражданина. Другой вопрос, что гражданин, когда куда-то выходит, он начинает думать о том, какие он имеет навыки помочь тому движению, которому он считает, если считает себя нужным примыкать. И, конечно же, художники эстетически, новаторски настроенные, далеко не всегда левые были. Они вполне могут примыкать к совершенно другим движениям. Все зависит очень сильно от конкретного политического контекста. Я думаю, не надо приводить примеров. Это понятно, хотя действительно в большей части 20 веке они левели. Но здесь нет никакой обязательности. Здесь есть обязательная отталкиваемость, может быть, от некоторой среды. Дальше вопрос в том, какова среда. Дальше тот факт, что к протестному политическому движению в Советском Союзе примыкали, ну скажем так, в большей степени художественный авангард, в музыке в меньшей степени. И здесь скорее может быть упомянутая уже Бардовская песня, а не рок, например. Спасибо большое. Передам слово вот публике. Пожалуйста, Антон, вопросы. Хочу вспомнить реплику Александра Николаевича Сокурова. Собственно, это был ответ на вопрос, обязан ли художник быть понятным. И Александр Николаевич сказал, что к этому невозможно стремиться. Во-первых, это невозможно, во-вторых, это преступно, поскольку неизбежно теряется искренность. А второе, это Михаилу Барзыкину. А реплика принадлежит, к сожалению, умершему уже Егору Летову по поводу того, чем была музыка в то время. Я просто читаю. Вот для чего мы вообще возникли как гражданская оборона? Я же не врожденный творец или поэт. Мне не шибко нравится, что приходится этим заниматься. Я скорее потребитель, ленивый человек. И начал это делать только потому, что не слышал на русскоязычной сцене ничего, что меня бы удовлетворяло, только то говно, которое звучало отовсюду. До такой степени было, что называется, за державу обидно. Да, пожалуйста. Такой момент, как мотивация. Мне пришла на память история с поп-механикой Сергея Курехина. И я помню, что как раз в начале 80-х годов он высказывал, собственно, пожелание сделать именно такую группу, которую вы заклеймили. То есть применить все запрещенные приемы, которые вы перечислили, чтобы это было и понятно, и чтобы здесь было глумление над привычными жанрами. И все это в поп-механике, безусловно, слилось. Почему мне пришла в голову вот эта история с поп-механикой? Потому что конец Курехина, когда он понял, что время этой музыки и смысл ее абсолютно закончился, он никак не мог себя найти уже в новом времени. Это трагедия художника, трагедия музыканта. Да, Борис Владимирович, пожалуйста. Во-первых, об отношениях власти, протеста и высокого искусства. Похоже, что история дает тут самые разные ответы. И Виктор Гюго, который был протестант, и который отправился в ссылку, и так далее, его поэзию «Не назовешь авангардной», как сказал Андрей Жит, когда его спросили, кто самый великий французский поэзий, он сказал, к сожалению, Виктор Гюго. Но был Рэмбо, и были стихи о коммуне, и о Париже во время коммуны, и это одни из самых революционных стихов, которые были в истории французской поэзии, и одни из самых великих стихов, которые были во французской поэзии. В России был Маяковский, пока не апроприированный властью. Тот всегда, и Рэмбо это, видимо, очень болезненно почувствовал, что следующий шаг, тебя так или иначе переварят. Вот Маяковского переварили, он не захотел, и ушел. Рэмбо понял это раньше, и ушел полностью. И это был самый радикальный отказ. Вообще говоря, коммунистическая власть в России, по крайней мере, до тех пор, пока там какую-то роль играл Луначарский и Троцкий, вообще говоря, была не против эксперимента. И мы знаем, что и Малевич управлял, и самых-самых, что ни на есть левых, сажали во главе академий, мастерских и так далее, и так далее. И на площадях, и улицах стояло такое, что не во всяком Амстердаме встретишь. Ну, потом ситуация изменилась, но и набор людей изменился, надо сказать. Мне кажется, что тут другого ответа, кроме исторического, может быть, и нет. Если говорить про сегодняшний протест, на самом деле, ведь там соединяется очень много чего. Там есть политический протест, причем с самых разных сторон. Анархической, фундаменталистко-националистической, коммунистической, и так далее, и так далее. Там есть моральный протест, там есть гражданский протест, там есть эстетический протест. В конце концов, если объединять это, против чего это протест? Мне кажется, это протест против, ну, двух-трех основных вещей, которые стали абсолютно нетерпимы. Это полная имитационность власти. Ну, абсолютно. Это до такой степени разыгранная, до такой степени не имеет никаких серьезных последствий, ну, кроме, понятно, угнобить кого-то, это святое дело. А во всем остальном это абсолютно целлулоидная власть, телевизионная, какая хотите, абсолютно поддельная. Второй момент, она при этом претендует на свою всеобщность. Мне уже случалось говорить, что преувеличивают обычно жесткость и твердость этой власти, давая ей такие стальные, железные и так далее метафоры. А мне она всегда представлялась скорее газообразной. Причем этот газ въедается всюду, где нет никаких связей. Семейных, дружеских, профессиональных, политических и так далее. Вот всюду, где этого нет, она закладывается. И последний, может быть, момент. Это непрозрачность власти. В этом некоторая неразрешимость нынешней ситуации. И в этом смысле протест может говорить голосами всех тех людей, которые выходят сегодня на улицы и площади, быть и политическим, и этическим, и эстетическим, и гражданским, и каким угодно. И протестом может оказаться демонстрация себя как меньшинства. И напротив, демонстрация себя как большинства, но не того большинства, каким хочет видеть власть, подданных великой державой. Но при этом безмозглых, безответных и покорно подчиняющихся. В этом смысле перед протестным искусством всегда стоит, конечно, тоже, видимо, внутренне неразрешимая задача. Хочешь не хочешь, а, конечно, художник хочет победить. Но штука власти и штука рынка, эти машины, опять-таки, как показывает история, перемалывают практически все. Есть очень сопротивляющиеся художники, ну, вот там, вроде бы, как арто еще не сделали совсем уж коммерческим автором. Где здесь граница? Спасибо большое. Но у нас есть еще реплики, пожалуйста. Татьяна Баскакова, переводчик. Мне кажется, что, конечно, художник никому ничего не должен, но в протестном движении, в том числе в современном, он все равно выполняет очень важную функцию, хочет он этого или не хочет. Потому что он противостоит примитивизации человека, которая сейчас приняла глобальный характер. Потому что люди, которые привыкают жить каждый день, приходя с работы и смотреть телевизор, у меня ощущение, что они деградируют часто. Что они разучаются даже любить, быть нормальным членом семьи, иметь нормальное представление о порядочности и так далее. И любое нормальное искусство этому противостоит. Спасибо, Татьяна. Вопрос такой короткий, как всем нашим замечательным гостям. Для меня достаточно очевидна опасность перехода собственных художников в публицисты и потери благодаря этому изначальной творческой сути. Кстати, тот же Акунин проделал этот путь. Сначала начал писать для меняемой публики, а потом стал попсовым автором. И именно благодаря своей попсовости он сейчас именно этот капитал конвертирует, так же, как и Собчак. И используя при этом свой интеллектуальный бэкграунд. Я думаю, что таких вот возможностей сочетать вот эти два элемента очень много. Вы говорите, что у вас есть в планах картина, где будет написано на стене, там, Путина, Пи, кем-то там такое. Для меня вот сам такой подход к искусству, он уже сюжетный. Это еще не искусство. Это, так сказать, сюжет. Для меня искусство начинается там, где не я пишу свои сюжеты, а где я мыслю языком своего искусства. Вот у меня, не знаю, палитра, кисть. И вот я думаю, как работать с этим. У меня фотоаппарат или у меня другое механическое или электронное какое-то оборудование. Будет ли это кукла Барби, будет ли это Путина и Пи и так далее. Вот у меня есть скрипка и рояль. Что я могу с этим уже давно амортизированным составом сделать? Директор последнего Белинского биеннале замечательно сказал. Качество произведения искусства вообще не играет никакой роли. А вот те ребята, которые выходят с этими сбрызгалками и пишут на заборах слова свободы, вот это настоящее искусство. Я пригласил бы вот этого товарища, так сказать, к нам, вот куда-нибудь в Подмосковье, там, на заборы, там, сказать. Там уже написана вся его программа. Мне очень нравится, что мы перешли, мне кажется, к очень интересному, такому продуктивному сюжету. Ничем является искусство, а чем может быть искусство. Борис Владимирович говорил, что вчера еще неизвестно было этому человеку, что я такое могу. А сегодня я уже такое могу, потому что, возможно, вчера я с чем-то встретился и изменился. Протестное искусство и культура. Архивная запись июня 2012 года. Станция Вавилон. Свобода в клубах. Москва и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Гиннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.